Малка, прости за столь ранний визит, но нам нужна помощь твоего прайда. О, Нава, привет! Я уж думала, ты наконец решила перебраться в мой прайд. Прости, но мы никак не сможем помочь. Мой прайд боится как Скара, так и его гиен. Поэтому мы согласны терпеть его заскоки. Трус ты, Малка! На Бамбо не возвращался на скалу предков. За ту ночь вся его жизнь перевернулась ног на голову. Но завидовал Нюкель из-за того, что он знал своего отца. Но ему не становилось легче от мыслей, что теперь они с ним в разных условиях. После двух ночей в Сепещеру он все же решил вернуться, чтобы повидаться с матерью. Хей, Навамба, где ты пропадал? И что с твоим ухом? Тебе что, гиены потрепали? Нет, это оставил мне мой отец. Что? На нашей земле чужой лев? И ты молчишь об этом? Неважно. Что ты такой нервный? Ну, моя мама вот-вот должна родить львят и не хочет видеть меня. Сочувствую. Неприятно, наверное, когда тебе не дают шанса, да? О, да. Я уже в том... Я уже так вырос и так силен, а мама даже не хочет замечать этого. Навамба, наконец-то ты нашелся. У меня есть к тебе разговор. Сын, Скарг говорил со мной прошлой ночью. Он сказал, что хочет изгнать тебя. О, вот оно что. Что ж, я не удивлен. Он... Я умоляла его изменить решение, но он сказал, что в ином случае он... он... Я понимаю, он сказал тебе, что убьет меня. О, нет! Сын, прошу, не бросай ему вызов. Я не переживу, если ты погибнешь. Не волнуйся, мама, я не так глуп, чтобы бросать вызов льву, который сильнее меня. Посмотрите, уже закат. Зира, должно быть, уже родила. Она попросила меня не уходить. Сегодня на охоту и побыть с ней. Идемте взглянем на львят. Зира лежала в пещере. На этот раз она родила двойню. Несмотря на то, что львята были полностью здоровы, Зира старалась скрывать взволнованность. Король должен был вот-вот явиться, чтобы посмотреть на них. Но позволит ли он им жить? Зира, этот львенок мальчик? Да, почему ты спрашиваешь? Я обещаю, когда он вырастет, он не причинит вреда. Он... он... он так похож на меня. Ну да, между вами есть сходство. У него такие же красивые глаза, как у тебя, но... Никаких но. Львенок здоров, и я, наконец, вижу в нем себя. Я принимаю его, как своего, и выбираю своим наследником. Этот маленький термит, будущий король? Он ведь... но он ведь даже не королевской крови. Помолчи, Нюка. Ты слышал мое решение? Не смей мне перечить. О, простите, ваше величество, я просто шучу. Пока львицы не вернутся с охоты, сиди здесь с Зирой и охраняй моего наследника. Отвечаешь за его безопасность головой. Скар заходит слишком далеко. Чем мы были хуже, чем... чем он? Только тем, что он пох... что не похоже на него? Ну ничего, я-то еще докажу, что я лучше, чем он. И тогда Скар выберет меня. О, я в этом сомневаюсь. Продолжение следует...